Всем привет, с вами Denso50, это 14 летсплея по игре ШМО 2. В прошлом летсплее, точнее в прошлом выпуске даже летсплея будет правильнее сказать, Рио. Немножко поссорились с Вишао Тао, или же с Ксюинг, разницы нету. И все думают, вот же как они посмели. Но в этом есть и свои плюсы, например, что нам не нужно будет таскать эти дурацкие книги. Да, нам их больше не надо будет таскать, и теперь каждое последующее утро у нас будет свободно. Ну или, точнее, казаться свободным. Вот, там, как вы видели, был перекрыт проход, и нам можно было пройти только сюда. Ну да, ну, конечно же, здесь должна была проразить вот эта катсцена, и мы не должны были ее ни в коем случае пропустить. Ну, вот, собственно, ее и посмотрим. Она, видимо, слоупок, но Рио уже несколько дней не ночевал там. Ты всегда ему помогала, но и в том ты прикол, что ему, когда ты помогала практически ни разу не пригодилась. Ну, если не учитывая перетаскивание, ну, вот, собственно, если не учитывать работу, и, вот, в основном, собственно, Джои ему не очень-то и помогала. Она, скорее, была его гидом, причем добровольным, Рио этого не просил. Вот, нам сказали, для встречи с Реном ты должен, так сказать, связаться с Бандой Небес. Эта Банда Небес находится в пирсе рабочих, собственно, туда мы и отправимся сейчас. Итак, вот, сейчас мы пришли на Куинн-стрит. Ну, и, собственно, будем здесь пытаться разузнать по поводу Рена и, собственно, его банды. Так, отправляемся в какое-нибудь такое место, через которое мы уже прошли, так сказать, по сюжету, то есть, которая как-то выделилась, можно даже так сказать. Так, вот, например, это таково. О, привет, парни! Эй, да, что? Так, вот, невидимо с испугом называют имя Рена. Так, причал Беверли-Хиллс. Так, все, на нас больше ничего абсолютно не интересует причал Беверли-Хиллс, причал Беверли-Хиллс. Вот он, да, вот Беверли-Хиллс, как мы видим. И тут стоит такой громила сбитой. И Рил, видимо, сейчас записал в записную книжку тот факт, что его туда просто так не пропустят. Вот, вот с этими людьми, кстати, я всегда именно проходил вот так, вот, да. Как попасть, странно, что почему-то спустите. Понимаю, спасибо. Простите, Беверли-Хиллс, попробуйте спросить. Так, и давайте спросим у другого. Я видел Хиллс в рестлингном центре. Так, вот, все, отправляемся к месту, где я занимаюсь армрестлингом. Самое начало. Такое, по-моему, невозможно забыть. Хотя, конечно, начало, которое видели именно вы, было не очень удачным. Потому что армрестлинг, в армрестлинг я не удосужился сыграть, так как профукал все деньги до того, как пришелся. И... И... Вот, все, привет. Что не так, мальчик? К... Хевенс. В написание еще не приходили. Например... На пирсе удачи. Все, замечательно. Отправляемся именно туда. Вот так вот, пока у нас все гладко идет, я думаю, что и дальше будет идти все гладко. Я очень, очень, очень на это надеюсь. Так, о, мотоцикл Джой. Так, вот. Это вот одно из самых таких более-менее культурных мест, если их можно так назвать, в... Именно здесь, в пирсе фортуны. В пирсе удачи, да. Вот. Блю Скай. Это такой... Как, я не знаю, даже ресторан, кафе под открытым небом. Вот, сначала он вроде бы чем-то напоминает гостиницу, но стоит сейчас идти сюда, и он выглядит вполне неплохо. И вид здесь отсюда, конечно, не очень удачный. И, кстати, мне кажется, или это текстура того корабля, на котором Рио приплыл сюда. Ну, да ладно, не в этом суть. Вот так, кстати, по-моему, даже удобнее как-то разворачиваться, так более чувствительно. Давайте поговорим вот с этой тетенькой. Какие-нибудь... Вы не можете сказать. Взгляни на эту мирную атмосферу. Я имею в виду, что их тут не было. Да. Шутка удалась. Причем на славу. Так, того парня, который играет в дартс. Так, все. Этого чувака видели, видимо, с чуваками из небес. Вот. Ну что ж, давайте поговорим с ним. Вы ищите их? Да. Даже не пытайтесь вам лучше не ввязываться в это дело. У меня есть свои причины для этого. Так, ладно. То есть, он нам встает условие. Если мы его победим, в дартсе, значит, он нам скажет про банду Heavens. На самом деле, если бы оно действительно так было, то есть, чтобы его нужно выиграть, то этот момент, по-моему, был бы самым сложным моментом в игре. На самом деле, нужно с ним сыграть. И, собственно, вообще разницы нет у них, выиграешь ты или проиграешь. И вот, собственно, давайте тупо кидать мимо. Вот. Дарты — это игроком концентрации. Так. У нас есть пять дротиков, если не ошибаюсь. Да, пять, по-моему, дротиков. Так-то странно он вообще кидает. Вот. И всё время попадает в центральный кружочек. Давайте сейчас промажем опять нафиг. Вот. Великолепно. Я играю просто замечательно. Лучше тебя, чувак, в несколько раз. Уж поверь в это. И зачем он перевозил себе руки, ну, видимо, сдавал кровь из вены, и я не знаю, что он делал. Хотя, может, просто, чтобы рукава не были слишком такими, таких, не знаю, даже раздутыми в сторону. Ну, блин, блин. Это флэнер, шот. Главное сейчас не перейти во второй гейм. Давай, кидай. Это будет уже четвёртый дротик. Четвёртый дротик. И финальный бросок для него и для меня. Ага. Ага. Так, нужно обязательно промахнуться. Обязательно, обязательно, обязательно. Ну, всё, великолепно. В итоге у нас сейчас будет 37 очков. Ну, раз, закончено. Вот так вот. Всё это быстро произошло. Похоже, что вы проиграли. Пожалуй, подождите. Я хочу снова сыграть. Нет, это не понадобится. Идите на склад номер восемь. То есть из-за того, что у меня сильный дух, мне рассказали о Банде Хевенс. Скорее всего, меня просто хотят заманить, видимо, в какую-то ловушку. Ну вот, мы с этим чуваком разобрались. Склад номер восемь. Хм, меня что-то вот... Не знаю. Какие-то подозрения. Ну, в этом плане у меня... Хотя я не знаю. Может быть, это какая-то отсылка к первой части. Может быть, это просто решили. Но почему именно склад номер восемь? Почему, например, мы седьмой? Их же тут просто огромнейшее количество. Хотя, по-моему, было бы неплохо, если бы геймдизайнеры, конечно, когда расставляли эти склады. И именно склад номер восемь оказался вот на этом месте. На котором хотели как раз-таки сделать склад, с которым и будет эта потасовка. По-моему, было бы замечательно. Ой-ой-ой, я немного проспойлерил. Ну да ладно. Спойлерить мне уже не привыкать. Я много спойлеров. И в первых летсплейх и в... Точнее, в летсплейх по первой части, и в летсплейх по второй уже много спойлеров. Достаточно у меня было. Так что не стоит удивляться. Наверное, Portland и vote. Ну да, coresp finishado. Я ее выломил дверь. мне казалось, что он ее закрывал открывал, по крайней мере, нормально или он ее просто хлопнул ну ладно, не будем, так сказать, к этому в федерации я по-любому похож на Петросяна у чувака эпичное лицо у этого эпичное лицо еще более эпичная у него прическа попробуй давай ты считаешь себя крутым? рилхазуки аж заряжают эй, красноволосики, иди сюда рэпик фейс у того чувака в желтой футболке был тебе больно? бедненький все таки, какой жерел брутальный школьник я хочу увидеть Рен все таки все таки вот так респект таким парням, как и Рио, которые даже не ходя в школу имеют столько приключений а вы и дальше продолжаете ходить в школу вот, нас, видимо, повели к Рену хэвенс неплохой у них логотипчик интересно, они сами его рисовали о, зажигалочка кто он? он у него бизнес с Рен хэв хорошо пойдем как же здесь темно, как же здесь страшно о, да привет, толстячок сколько тебе дела? это будет весело я дрался против семидесяти мэтт-энджелов так что вас я по-любому зарешаю ел я пламверски делюсь совершенно я использую никакие удары помимо основных, так сказать Основные комбинации. Эй, все темнеет. Нет, хорошо темнеть. Нет. Рио болели. Бедный Рио. Так, верфь Беверли-Хиллза. Это была как-то быстро та схватка. Так, я не понял, почему это все звук? Я не знаю, должно ли быть так, или это какой-то лак, эмулятор, или может быть в самой игре звук был вырезан в этом моменте, я не знаю. Ну, походу. Так, вонг. А, вот все, звук заработал. Звук заработал. Ты в порядке? Вонг. Это было не умное. Я смотрю на Рену из неба. Что? Где мы? В доме. На воде Беверли-Хиллза. Беверли-Хиллза. Ты еще не двигайся. Да. Релакс. И проживай ночью здесь. Да. Спасибо. Спасибо. Вот такой вот вонг оказывается вовсе и не злой, и не хороший мальчик. Он все-таки чувствует свою вину к Рио и, собственно, теперь даже немного на его стороне. Не, ну, точнее, он на его стороне, но он не хочет казаться плохим для Бандерена тоже, так что скрывает Рио. О, одна из самых замечательных мелодий в Шенму. О, чертовски красиво, мурашки по коже. Вонг, видимо, готовит кушать. Вонг, видимо, хватит кушать Рио! Готоваемся. Вонг, видимо. Он, видимо, вы уже вонг. Вы не готовите кушать Рио. Уже bistая сила? Джен, возьмёшь это с тобой. Что это? Только Мемберс из Евгений carry это льдер. Покажите его в Берли-Хилл-Варфе. Они уйдёшь тебя. Я могу держать это? Ну, я не нужна. Вы можете использовать эту льду в любом случае. Евгений не знает о этом месте. Спасибо. Вот так вот Фонг на данный момент помогает Рио всем, чем он только может. Так сказать, всем, что в его силах. Ну и, пожалуй, на этой мрачной ноте мы с вами закончим. Вы смотрели летсплей по игре Shenmue. С вами был Dan150. Удачи в играх и, конечно же, жизни. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok